Обсудим тему, что ожидать от переговора, будут переговоры, все-таки они состоятся по видеосвязи. Сегодня мы имеем 7 число, и сегодня они должны, декабря, и сегодня они должны состояться. Передача выйдет немножко позже. Можно ожидать, что будут они и какие могут быть результаты. И уже складывается такое мнение, что Путину будут, как я уже раньше говорил, просто выставлен ультиматум. Состоялись очень серьезные события. Это, прежде всего, произошли совместные переговоры лидеров пяти ведущих стран мира. Это президент США Байден, это президент Франции, это руководство Германии и Италии. И, соответственно, Великобритания Джонсон, то есть премьер-министр. Фактически в центре стоял вопрос, это отношение Россия-Украина, это немедленное возобновление нормандского формата, поскольку Минского уже нет. И Минских соглашений тоже нет. Это прекращение агрессии Москвы на территорию Украины. Это отказ от попыток осуществить новое вторжение. Потому что 7% же и так захватили территорию. Крымский полуостров захвачен и захвачено 33% Луганско-Донецкой области. И захвачено 450 километров границы между Украиной и Россией. То есть российские войска просто захватили кусок украинской территории. Это называется живой лапой. Они брешут постоянно, брыхливые собаки лают, знаете, лают, лают, такие брыхливые, поганые. Про то, что там типа в Украине идет война между украинцами. Ну что врать-то? Давайте Украина возьмет сейчас под контроль эти 450 километров своей границы. И мы тогда увидим, где какая война идет. Понятное дело. Притом надо отказаться от самого понятия пророссийские оккупанты, террористы, наемники. Надо четко говорить, что на Луганско-Донецком плацдарме сегодня находятся, действуют в полном объеме, в разных вариациях российские войска и спецподразделения. И что этот плацдарм полностью сегодня управляется, курируется и находится под контролем Кремля, Путина, правительства, Мишустина, кстати. Потому что его министры отвечают за направление Луганско-Донецкого анклава. Ну и Крыма само собой. И Севастополя. То есть надо прямо говорить, что эта территория, тем более и Пушилин, и этот пасечник так называемый, они получили теперь уже даже членские билеты Единой России с рук ее руководителя Дмитрия Медведева. Все говорили, что он там типа на этом самом, на градусе сидит, на горлышке, в этом бутылке. Да нормально он сидит, у него все хорошо. Потому что он прикидываться умеет, то он спит, то он типа спился. На самом деле он понимает, что надо перетерпеть, выждать и, так сказать, принять участие в этих тараканьих бегах, когда Путин или придушит свои же, или он умрет в силу каких-то обстоятельств, или откажется вдруг по какому-то стечению ситуации от своего трона, чтобы быть одним из главных конкурентов. Медведев это понимает и просто играет роль такой полумертвой типа или мертвой лисы, которую крестьянин нашел на дороге и положил себе в воз, а она потом всю рыбу у него сожрала. Поэтому это такая политика, тактика. Кучма тоже таким прикидывался, таким неуверенным, незнающим и так далее. Это высший пилотаж. И он среди иезуитов очень высоко организован и продвигается, и они владеют такими техниками. И Папа Римский такие самые выдающиеся были, которые прикидывались там один, когда избирали на анклаве Папу Римского, так он прикинулся, что он уже умирает. Так они взяли его, думали, чтобы выйти быстрее из оточения, его избрали. Он лет 20 потом Папой Римским был. Поэтому с Дмитрием Медведевым все понятно. Но вопрос в том, что и Пушилин, и Пасечник, и уже где-то до миллиона человек, а там всего максимум живет на этой территории, реально постоянно осталось полтора миллиона человек. Вот где-то полтора миллиона человек. Так уже миллион точно получили российские паспорта, значит стали гражданами Российской Федерации. Если это не оккупация и агрессия, то что такое такая оккупация, агрессия и экспансия? Поэтому надо прямо говорить, что это не межукраинский, не внутриукраинский какой-то там конфликт или мятеж, а это на сегодняшний день Украина ведет войну, пока как бы такую еще, скажем, это локальная такая, низкой интенсивности война, клеточная война с Российской Федерацией, ну не с народом, конечно, Российской Федерацией, а с ее, собственно, кликой, я бы так сказал. То есть есть клика, коммунистическая, кагибистская, милитарная клика, синдикат, Путин представляет интерес этого синклита кагибистских и милитарных старцев и достаточно хорошо, так сказать, отрабатывает. Ну уже устал, видно, что он устал и он становится неэффективен и у него идут поражения за поражением, как говорится, провал за провалом. Поэтому, естественно, что ему надо что-то делать и самое главное, что начали проваливаться его основные игроки, его команды. Ну уже выработались, уже не могут удерживать удары, не могут наносить их, соответственно. Прежде всего, конечно, речь идет о Лаврове, то есть Лавров проваливает одну, так сказать, мизансцену за другой, один раунд проигрывает за другим. Ни он, ни Шойгу, конечно, не сумели ничего там сделать в Индии, поэтому, ну это чуть дальше скажем. То есть надо говорить, ну и тем более Блинкину Лавров проигрывает по всем статьям, то есть он не в состоянии ему противостоять. То есть вот этот тендем Блинкину Лавров, они его бьют, конечно, у Лаврова очень мощно и он просто в растерянности. Он не знает, как ему действовать и оказался несостоятельным в этой игре. И, кстати, произошла встреча, телефонный разговор состоялся с Зеленского и Блинкина, и там были тоже оговорены основные моменты относительно тех позиций, которые Украина не уступит ни при каких обстоятельствах, чтобы было понимание и Байдена в разговоре с Путиным. Поэтому как бы понятно, что Путину предложат возобновить переговоры с Украиной, нормандский формат. Вполне возможно, что он будет переформатирован и вот эти пять стран, которые сейчас провели между собой предварительные разговоры, о чем будет Байден говорить с Путиным. И выдвинули, в принципе, условия Путину по восстановлению каких-то взаимодействия, каких-то более-менее цивилизованных отношений двухсторонних между Украиной и Россией. И предложили ему нормандский формат, как площадка для того, чтобы это сделать. Это очень важно. И главное, что после переговоров Байден опять будет с Путиным, будет опять-таки разговор состоится между этими пятью лидерами главных стран мира. То есть, фактически речь идет о том, что появляется согласованная позиция по отношению к Путину, к РФ, к Кремлю, к Москве и относительно ситуации и позиции Украины. И это важно, что Запад не будет, ты уже понимаешь, он не будет торговать Украиной и не будет Украину к чему-то принуждать и сдавать свою территорию и так далее. Более того, уже понятно, что Путин готовит вторжение в Украину тотальное и хочет развязать войну. Поэтому это как бы всем уже лидерам этих стран, да и других ясно, что Путин к такому готовится. То есть, он имеет где-то 95 тысяч уже вокруг Украины, если он дополняет еще северную границу. То есть, вводит туда группировку и плюс белорусская армия, естественно, усиливает направление на Черном Азовских морях. То есть, плюс направление на Черниговска, Сумском векторе, ну, естественно, что где-то 175 тысяч он может набрать. Ну, и это уже очень много. Ну, фактически, это вся боеспособная часть миллиона или сколько там типа числица армии Путина, РФ будет выведена на границу с Украиной. И она будет, конечно, уничтожена, перемолочена и фактически страна останется тогда без армии. Тогда с ней можно делать что угодно. И Китай, и другие страны, и Афганистан туда могут либо заходить на ту территорию, некому там будет уже сопротивляться. То есть, Путин или не соображает, или ему как-то никто про это не говорит, как только он вяжется в войну в Украине, а война не будет Блицкригом, потому что пятая колонна будет уничтожена до этого времени. То есть, вот эти все промосковско-путинская агентура, кагибистская там и так далее, швалета, она будет просто нейтрализована. Это как бы понятно. И поэтому внутреннего никакого там мятежа контрреволюционного не будет, просто не будет. А будет противостоять мощная держава. Если еще все-таки будет принят вот этот закон про то, что украинцы могут владеть автоматическим и полуавтоматическим оружием, ну хотя бы те, которые входят в территориальные органы обороны, то, конечно, ну соответственно должны их в списке быть, соответственно надо знать, соответственно, ну как бы чтобы была это абсолютная прозрачность. То есть, то понятное дело, что фактически это будет, каждый дом будет крепостью для уничтожения агрессии кремлевской, андрофагов. Но и тогда украинцы, патриоты могут спокойно переходить уже на территорию Москвы, оккупированных славянских регионов, их тоже освобождать от этой путинской плесени.